Некоторые малоимущие семьи не знают, что им положена адресная социальная помощь. Этот факт был выявлен с внедрением цифровой карты семьи. О данном проекте в следующем материале. В республике внедряется цифровая карта семьи. На сегодня в нее внесены данные более 255 615 семей области с информацией о доходах. Благодаря карте выявлены две семьи, которые имели полное право на получение адресной социальной помощи, но по незнанию ни разу не обратились за ней. По нашей области, по этой карте семьи выявлено, что 24 743 семьям положена адресная социальная помощь. В среднем ежегодно где-то более 20 тысяч получают у нас. Многие могут не знать, не нуждаться, но по доходам получается, что это положено. Адресная социальная помощь – один из действенных инструментов поддержки малообеспеченных семей. Напомним, сумма выплат высчитывается из разницы между среднедушевым доходом на каждого члена семьи и чертой бедности. Собирается доход со всех членов семьи. И вот этот весь доход, когда делят на всех членов семьи, он не должен превышать черту бедности. Черта бедности ежеквартально меняется по статистике. В третьем квартале она составляет 27 339. Например, весь доход семьи собирают и делят, если на 10 человек в семье проживают, то на 10 человек. Если там до 27 тысяч не доходит, например, на каждого по 25 тысяч, там недостающую сумму выплачивают. С начала года АСП получает более 10 тысяч казладинских семей. Более 2000 из них – безусловную денежную помощь связи с нетрудоспособностью. Это матери-одиночки с детьми дошкольного возраста, инвалиды 1-2 групп, а также граждане, занятые уходом за инвалидами, за лицами старше 80 лет или те, кто находятся на больничном более двух месяцев. Свыше 8,5 тысяч человек получают обусловленную денежную помощь, так как в этих семьях есть трудоспособные граждане. Из числа получателей адресной социальной помощи 1784 человек трудоспособного возраста направлены на меры содействия занятости. То есть 878 человек трудоустроены на постоянную работу, 906 на временные рабочие места тут устроены. Что касается семей, которые не знали, что имеют право на получение адресной социальной помощи, этот пробел будет восполнен. С сентября таким семьям будут приходить сообщения о необходимости обращения за консультацией в ЦОНы, Центры занятости.